Эти кадры сняты в октябре прошлого года. К нам в редакцию обратились рязанцы, которым на улицу Прижелезнодорожную приходится ездить на работу. Несмотря на то, что она проходит по промзоне, движение здесь оживленное. Это один из коротких путей в город Рыбное. На Прижелезнодорожной много предприятий и автосервис. Благодаря такому состоянию дороги он постоянно в прибыли. Одна из самых плохих в Рязани. А часто приходится сюда ездить? Не очень. Но дорогу оценили? Ну, конечно, плохая. Что здесь говорить? Ужасная. Просто максимально плохая. Ну, а она вон там очень ужасная. Просто от заправки и вот до сейчас. Ну, и надо ремонтировать, конечно, подвеска вся разбивается. На память о том, что здесь должны были провести ремонт, осталась только табличка. Она гласит, что его выполнят в срок до 1 августа 2017 года. Но, судя по ее состоянию, к работам здесь так и не приступили. Ситуация не изменилась и в этом году. Табличка о несостоявшемся ремонте осталась на месте, ямы тоже. Рязанцы сняли с крыши, как буксуют на прижелезнодорожные легковушки и с трудом объезжают ямы большегрузы. Видео выложили в сеть. В администрации города прокомментировали ситуацию. По словам исполняющего обязанности начальника управления благоустройства города, ремонт проблемного участка длиной 2 километра запланирован на следующий год. В текущем году мы планируем выполнить работу по разработке проектной документации и с целью того, что включить данный участок дороги в капитальный ремонт на следующий год. То есть на сегодняшний день уже в предварительный перечень данный участок дороги включен. Однако конкретных сроков, когда пройдет ремонт, пока не называют. В подвешенном состоянии находится история и с Солочинским мостом. В августе там произошли две аварии, погибли люди. После этого неоднократно говорилось, что подрядчик устранит недочеты в октябре. На днях в региональном Минтрансе заявили, что работы будут проведены не до конца месяца, а до конца года. Правда, и в этот раз дата завершения работ не называется. Нет гарантии, что их окончание не придется ждать несколько лет, как и в случае с улицей при железнодорожной. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».